Давай теперь проверим, какие именно слова ты должен был подчеркнуть в тексте, чтобы правильно соотнести его с заголовком. Напоминаю, что даже на самом деле тебе не нужно было читать текст, прям очень сильно вчитываться. Его достаточно было просмотреть в поисках самых главных ключевых слов. Итак, в тексте A... Итак, текст A рассказывает нам о том, в каких домах живут африканские люди. Здесь ты сразу обращаешь внимание на слово home и дальше на то, какие материалы используют люди для построения этих домов. Здесь есть слова grass, bamboo, palm, animal skins, woven hair. Соответственно, поскольку здесь названо несколько различных материалов, при помощи которых строят дома, мы соотносим текст A с ответом 1. В тексте B мы сразу видим первое слово architect, то есть это название профессии человека, который занимается строительством домов, и сразу думаем об ответе 4. Но нам необходимо убедиться в том, что это действительно он. Далее просматривая текст, ты видишь название различных зданий. Далее в тексте также можно найти слова location, surrounding environment, то есть отмечено то, на что должен архитектор обращать внимание при создании какого-то здания. И таким образом мы убедились в том, что к тексту B подходит заголовок 4. Текст C начинается с вопроса о том, знаете ли вы, что 11-летний мальчик первым изобрел то-то, то-то. На что здесь можно обратить внимание? На слово created, изобрел, на то, что текст весь в прошедшем времени. И дальше можно увидеть выражение by mistake, которое является абсолютным синонимом к выражению by accident. То есть нам даже не нужно дальше дочитывать текст и вникать в его смысл, потому что мы точно знаем, что к тексту C подходит ответ 5. В тексте D встречается много незнакомых слов и много названий, но самое главное здесь было увидеть следующее. Это названия различных времен года. Spring, Summer. В тексте D встречается очень много незнакомых слов и различных названий, но нам на них даже не нужно обращать внимание. Самое главное, что в конце текста ты видишь названия различных времен года. Spring, Summer, Autumn and Winter. И таким образом у нас есть только одно утверждение, которое связано с временами года. Это утверждение 8. В тексте E также необходимо внимание обратить на то, что текст, первая часть текста в прошедшем времени. В тексте рассказывается о людях, которые живут в южной части Перу, и они что-то создали, что никто не может понять, как они это сделали. И если мы посмотрим внимательно на последнее предложение, мы увидим слово mystery, primitive civilization, create. И все эти слова помогают нам понять, что это заголовок 7, как они это создали. В тексте F мы обращаем внимание на даты и на выражение из six months long. Это единственное предложение, где в таком контексте встречается какая-то длительность. И речь идет о том, что в Антарктике полгода есть день и полгода есть ночь. И то есть это то место, где самый длинный день и самая длинная ночь. Соответственно, к тексту F подходит утверждение 2. В последнем тексте мы видим название корабля, видим само слово ship, и в конце текста мы встречаем слово guard, которое означает охрана, и слово warn, которое означает предупреждать. Соединяя все вместе, мы понимаем, что речь идет о заголовке 3, потому что заголовок 6 сюда совершенно не подходит. И теперь, когда у каждого текста есть свой заголовок, ты переносишь свои ответы в бланк ответов, записывая цифры в порядке, без знаков припинания или каких-либо пробелов. Субтитры создавал DimaTorzok